Белая ромашка. Комплексное мероприятие, призванное еще раз напомнить людям об опасностях, которые несет с собой такое заболевание, как туберкулез. Традиция ее проведения имеет большую историю. Символичное название акции «Белая ромашка» по сведениям историков имеет несколько легенд появления. По одной из них впервые цветок был выбран эмблемой борьбы с туберкулезом в 1911 году в России, когда в целях сбора пожертвований фонд борьбы с туберкулезом участники акции, в том числе студенты, гимназисты продавали искусственные белые ромашки, изготовленные воспитанниками детских домов. И сегодня этот благотворительный марафон, пусть в немного трансформированном виде, не теряет своей популярности. Одним из составляющих элементов большой комплексной акции «Белая ромашка» является возможность пройти мгновенное обследование в передвижных пульмосканах и получить консультацию компетентного специалиста. По статистике, у 10-15% больных на начальной стадии туберкулез никак не проявляется. У одной трети от общего количества заболевших отмечаются только симптомы функционального характера. Быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, снижение трудоспособности, слабость. Такие больные длительно считают себя здоровыми и представляют опасность для окружающих. Именно это стало одним из поводов включения обследований с использованием рентген-аппаратов в акцию. Совместно с областным противотуберкулезным диспансером проводим эту акцию. Они устанавливают пульмоскан, где люди могут пройти флюорографическое обследование. Любой прохожий может пройти флюорографическое обследование. Другой не менее важной составляющей мероприятия стало общение с волонтерами общественного объединения Красного Креста. Прямо на улице юноши и девушки останавливали прохожих и объясняли им, насколько важно вовремя обнаружить инфекцию и начать лечение. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мы рассказываем людям о том, что такое туберкулез и о том, что они могут сегодня пройти бесплатный флюорограф и обследоваться. Белорусский Красный Крест, городская организация, мы закупили пациентам с лекарственной устойчивостью к туберкулезу проездные билеты на апрель месяц. Они приезжают, у них контролируемое лечение, они приезжают в тубдиспансер, получают там медикаменты. Ну а Красный Крест как бы провел такую благотворительную акцию, мы закупили проездные билеты на апрель месяц. Каждый участник акции получил в подарок от организаторов брошюру и символическую ромашку в знак солидарности с теми, кто решил сделать целью своей жизни миссию помощи людям, заболевшим этим недугом.